Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, единомышленники. Рада тому, что сегодня у нас 1 октября, есть возможность встретиться и поговорить, и поддержать друг друга, потому что сегодня в разных концах мира дам старт международному месячнику школьных библиотек и детского чтения. И месячник это время международной профессиональной солидарности всех школьных библиотек и мира. И радостно, что уже в течение последних 12 лет РШБА поддержала вот эту международную инициативу. И вы видите на экране, что тема международного месячника этого года заявлена нашей международной ассоциацией школьных библиотекарей такой. В связи с пандемией найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию. Вы знаете, что мы каждый год с вами, развивая тему международного месячника, всегда делаем еще и свою тему. И в этом году мы решили, что очень органично, вот как раз в теме путь к хорошему здоровью и благополучию, тема одного из наших подпроектов «Добро откроем сердце, обнимем ребенка с книгой». Имея в виду, что мы рассматриваем здоровье шире, потому что физическое здоровье всегда начинается с духовного здоровья. И поэтому, мне кажется, эти две темы совместимы. Вы видите, что наши зарубежные коллеги связали эту тему с одной из целей в области устойчивого развития ООН. А сейчас глобально ИФЛА, наша международная федерация всех библиотечных ассоциаций мира, которые охватывают более миллиона библиотек мира, сейчас стратегическая задача ИФЛА является продвижение вот таких целей устойчивого развития ООН. И всегда на всех конгрессах ИФЛА в разных концах мира я слушала доклады представителей ЮНЕСКО, которые вот входят, это основная организация ООН. Вы видите, цель номер три – хорошее здоровье и благополучие. И поэтому я не буду читать то, что на экране. Мы надеемся, что в этом году этот месячник творчески пройдет в разных регионах и мира, и в нашей стране. И будет не только профессиональным праздником нашим, но, самое главное, временем привлечения внимания всех гуманитарных, социальных институтов к теме школьных библиотек как важнейшему ресурсу развития современной школы, воспитания наших детей. И, конечно, очень важно привлечь родительское сообщество, потому что одна из актуальных тем сейчас в системе образования мира – это развитие ответственного родительства. Потому что очень многие исследования имеют плачевные результаты. Пришло поколение родителей функционально неграмотных, и они создают не очень качественную среду сейчас для детей. И поэтому, конечно, надо использовать нам с вами месячник для того, чтобы развернуть родителей к теме детского чтения и важности школьных библиотек для творческого развития их детей. И вот видите, что мы с вами запустили это движение во время пандемии, и очень удачно встроилась в работу с родителями наша школа российская, организовав вот такую всероссийскую читательскую акцию с красивым, таким духовным названием «Обнимем ребёнка с книгой», потому что мы говорим «Не компьютер, с которым очень много работал школьник во время пандемии, не телевизор, никакой гаджет не может обнять ребёнка так, как может обнять его мама с книгой, семья с книгой для того, чтобы ему совершенно по-другому дать информацию и, самое главное, развивать образное мышление». И вот вы видите, мы обратились тогда с предложением, и более 500 видеороликов, вы видите, и фото пришли в наш адрес. И что важно, что в акции участвовали папа и мама, и дедушки, и бабушки, то есть межпоколенческая стала эта акция. И мы верим, что, например, прочтение такой книги из сборника Ирины Ивановны Тихомировой «Добро откроем сердце, как бабка» помогало ещё и в проблемах, которые случились во время пандемии во многих семьях, когда сразу два-три поколения в хрущёвке находились. И вот такое совместное прочтение, оно короткого рассказа решало очень многие вопросы. Вот это доверительные. Вы видите на экране итоги этой акции, да, победителей. У нас это на сайте есть. Вы можете посмотреть замечательные видеоролики, которые были созданы в разных концах России нашими участниками. То есть семья участвовала, и папа, и мамы. И мне кажется, это тоже, пусть маленький, но вклад вот в такое лечение, понимаете, в создание особой атмосферы в семье, которая в самоизоляции, находясь, имела очень много психологических проблем. Вот солнечное доброе фото, которое стало лауреатом второй степени. Дальше я хочу продолжить международную тему. Вы видите слова наших коллег и наши, что мы призываем обязательно во время международного месячника укреплять сетевое сотрудничество с нашими и российскими, и зарубежными коллегами, как несколько лет назад очень многие наши продвинутые школьные библиотекари российские делали такие своеобразные мосты и внутри России, и с нашими зарубежными коллегами. Не все тогда получалось. Но мне кажется, все равно нам надо двигаться, потому что, как мы на международном конгрессе в 2014 году в Москве сказали, что книги – это корабли мыслей, а библиотеки – это мосты культуры. И сегодня, когда, в принципе, вот идет такая трансформация общемировая, когда стоят большие задачи, мы их назовем, ну, не только космические, а просто стоят задачи роста планетарного сознания, как на одном из заседаний Русского космического общества, я услышала слова «землянам дали столько технологий, а они все играют в войнушки». Вот мне кажется, наша роль как раз возрастает с точки зрения вот этих культурных мостов, потому что воюет не народ, не народы этих стран, а совершенно другие люди. И я предлагаю рассматривать задачи месячника, который нам дает раз в год привлечь внимание общества вот к таким серьезным проблемам. И вы видите несколько просто проектов, которые наши международные зарубежные коллеги предлагают. Ну, это старый их проект «Закладка», вот «Скайп». Более подробно можно на нашем портале посмотреть, чтобы мне сейчас не тратить время. Но вы можете прислать заявку для участия, что мы делаем для международного сообщества школьных библиотек. Можете и нам прислать, и можете по адресу, который вместе с учителями английского языка, с ребятами-старшеклассниками, которые владеют языком, перевести вашу заявку на английский язык. И вот по адресу до 14 декабря вы можете отправить. Можете и к нам на русском языке отправить, а мы сделаем такой дайджест и общее тогда предложение от российского сообщества отправим. Тем более, что мы запланировали на этот месячник серию вебинаров. Будут очень интересные спикеры. Наша задача еще сделать рывок в нашем профессиональном развитии. И самое главное, вот мы сейчас посмотрим как бы историю развития месячника в России. И вы увидите поэтапно, как мы подготовились к прорыву и прорывом считаем создание концепции дорожных карт. Сначала на федеральном уровне, как федеральной планки, а потом это начались процессы в регионах. Но сегодня мы все с вами переживаем, что и можно назвать состояние сегодня нашего дела, как такой застой. И поэтому нам нужна стратегия прорыва. И мы, конечно, будем на разных площадках, в том числе на площадке стратегии комитета и на самые различные инструменты будем использовать для того, чтобы в конце октября подготовить такой документ, который, ну, рабочее название «Стратегия прорыва». То есть, как мы видим сейчас прорыв, я очень прошу всех коллег, которые нас сегодня слушают и те, которые будут в записи это все смотреть и слушать. Особенно я обращаюсь к методистам муниципального уровня, регионального, специалистам организовать такие мозговые атаки под тему «Стратегия прорыва». То есть, какие проблемы, в первую очередь, нам надо сейчас решить, которые стоят на нашем пути и мешают нам продвижению, защите наших работников. Потому что очень многое было продекларировано лицами, которые принимают решения, но, к сожалению, на деле, в простой сельской школьной библиотеке, если посмотреть, да и в городах. Сегодня очень много библиотекарей пишут нам, и мы видим, что ситуация очень медленно меняется в лучшую сторону, и поэтому нам нужен прорыв. Дальше вы видите, что исторически, да, почему месячник? До этого каждый четвертый понедельник октября, каждый год праздновался просто Международный день школьного библиотекаря. Но в связи с тем, что роль возросла, пошли процессы трансформации более, ну там, мы говорим, в некоторых странах это уже 15 лет назад состоялось, трансформировалась профессия, трансформировался сам кабинет, который назывался школьный библиотек. Он стал расширяться, он стал центром школы, вокруг которого объединялись IT-службы, и менялся мир, появились очень большие вызовы. И поэтому библиотека должна была быть самым главным контентчиком, как мы говорим, еще и генератором культурной среды, без которой невозможна генерация новых идей, то есть творчества, креатива. И в библиотеке была делегирована еще такая функция, как расширять границы класса, границы школы. К сожалению, на этом пути российская школьная библиотека не очень-то преуспела, не потому, что у нас нет креативных специалистов, а именно потому, что руководители органов управления образованием пока не видят нас как ресурс в цифровой трансформации школьной библиотеки. И вы видите, как мы еще в 2008 году взяли на себя, когда, не зная вообще этой нагрузки, в Центральном доме журналиста провели пресс-конференцию. И очень такие достойные люди всем представителям больших СМИ рассказали о роли школьных библиотек, о тех уникальных специалистах, которые в этой профессии. И мы начали, мы быстро пролистаем тогда вот эту серию съездов, потому что в этом и вы видите на экране и Южный округ, и Ульяновск. Вот вернись, вот тут вы видите как раз Сергея Ивановича Морозова, губернатора и нынешнего губернатора Ульяновской области. Вот этот съезд состоялся после моего разговора с губернатором, потому что до этого у меня был серьезный разговор со школьными библиотекарями Ульяновской области, которые сказали мне тогда на встрече, что 10 лет не повышали квалификацию, что были брошены. И вот так отреагировал Сергей Иванович, наш тоже друг. И, кстати, задача по ЦПРО войти нашему направлению по ЦПРО, мы были еще обязаны тому, что доклад на госсовете, где собираются губернаторы России, был подготовлен Сергеем Ивановичем Морозовым доклад по школьным библиотекам. И мы очень гордимся дружбой и тем, что там уникальный специалист в Ульяновской области Нина Аркадьевна Барсукова и много других уникальных специалистов. И съезд, конечно, да, вот это съезд Центрального федерального округа, который собрал специалистов 18 субъектов самого большого федерального округа. Важно, что это на Старой площади в здании администрации происходило. И тогда ВИП-спикером была руководитель комитета по делам женщин, семьи и детей Елена Борисовна Мизулина, которая была еще и автором, разработчиком закона 436 ФСЗ, закон об информации, наносящей вред здоровью и развитию детей. Она вернулась на трибуну, прослушав наши доклады и сказала, как же можно в России не использовать такой уникальный ресурс, как специалисты в школьных библиотеках. И вот здесь вы видите Уральский федеральный округ. К сожалению, уже вот этого замечательного министра нет в живых. Но он уникальные слова, для меня очень важные, когда сказал на съезде школьной библиотеки Уральского федерального округа. И результатом вот этого движения, что может профессиональное сообщество сделать? Без единой копейки поддержки со стороны государства. Это были только административные ресурсы полпредов. Потому что, чтобы нас финансировали эти мероприятия, надо было еще год ждать. А мы не могли. Очень серьезная была проблема. Во многих субъектах на 0,25 переходили библиотекари. В то время очень много взволнованных писем. И встреча у меня была со школьными библиотекарями России. И поэтому важно было, ну, без, как говорится, мы тогда свои ресурсы все вложили, и зарплаты, и все, и проводили вот на таком высочайшем уровне съезды. И результатом были письма от Кулпресс нашим вице-губернаторам, курирующим в том числе и образование. И хоть чуть-чуть мы приостановили вот эту волну, особенно это было важно в условиях оптимизации образования. И вот видите, как бы апофеозом 1 июня 2009 года у нас было вот это парламентское слушание по нашей теме, причем участвовали три комитета. И, конечно, таким прорывным съездом был съезд в Санкт-Петербурге, в президентской библиотеке, где были, кстати, большие СМИ, в том числе первый канал телевидения. Мы стали таким информационным поводом. И вы видите, директор Европейского отделения Международной ассоциации школьных библиотек, наш друг Луиза Маргар, присутствовала. И, конечно, тоже это был таким прорывом. Вы видите, что все это шло к тому, чтобы в 2011 году Владимир Владимирович сказал под камерой на съезде Всероссийского педагогического собрания о нашей роли, о введении новой должности. К сожалению, мы считаем, что за 9 лет органы управления образованием и те, кто в государстве несет ответственность за исполнение вот этого поручения первого лица государства, ну, в некоторых субъектах просто бездействуют. И поэтому наша сегодняшняя задача, вот такую энергию прорыва, заново вот такой толчок дать, и месячник, очень хорошее время для этого, хороший повод. Вы видите, что мы стали еще к истории месячников, вы видите на экране бывший вице-губернатор Камчатки по социальной деятельности, тоже наш большой друг. И мы, вот на экране вы видите наших региональных представителей, Надежду Игловкину, Ольгу Петровну, мы приехали в то место, где начинается Россия, и был старт месячника России, ну, не случайно на Камчатке, потому что там начиналась Россия. Кстати, там начинается Россия. Кстати, мы несколько раз в октябре проводили и форум, то есть начинали его, например, на Камчатке, а заканчивали в конце октября в Кошкиногоре на форуме. И вы видите, следующим движением нашим все это набирали мы понимание, энергию, поддержку вашего региона и провели всемирный форум, который был апофеозом. Апофеозом. Апофеозом вот всей нашей предыдущей деятельности, которая, повторю вам, начиналась с месячников. И, конечно, это стало вкладом, вот вы видите Ольгу Юрьевну на этом форуме, да, пять континентов. И, конечно, это оформилось вот в концепцию развития школьных библиотек, которая, кстати, базировалась на нашей концепции развития школьных библиотек, просто на экране мы не успели сделать. Это все знают специалисты, зеленая книжечка, с которой мы вышли в Госдуму в 2009 году. И она стала основой разработчиков, и я как один из разработчиков, вот новая концепция уже в стилистике государственных документов, которые были приняты в 2014 году. И мы же, по нашей инициативе, Иршеба, была создана дорожная карта. То есть весь черновик, это мы разрабатывали в стратег-комитете, а уже потом подтянулись уже остальные партнеры, которые занимаются у нас в России школьными библиотеками. И вот вы видите на экране следующий тезис, что сегодня в российском образовании самое главное стратегическое направление обеспечивает вот этот национальный проект образования. Обратите внимание, что кроме войти в десятку лучших стран по качеству, мы имеем с вами отношение, конечно, к воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности. И я повторю вот этот слайд, потому что он является опорной мыслью нашей, что никакие программы по воспитанию не дают такого эффекта, как возможность примера интеллигентного человека, высокообразованного и в то же время несущего особую культуру поведения. И это, конечно, наш школьный библиотекарь, потому что мы говорим, это третье место, где ребенок не получает оценку, где его не ругают, где уважают пространство его личности и где ему дают необыкновенные, веками используемые инструменты. Это книги, которые помогают ему решать самые сложные задачи и отвечать на вопросы, а зачем я живу, то есть смыслы. Вот это сегодня самое главное. И для нас стал проект, вы знаете, любое сообщество, оно объединяется вокруг какой-то идеи, какой-то важной глобальной задачи. И мы несколько лет подходили вот к этому такому флагманскому проекту, который может сегодня и решить наши проблемы профессиональные, а не только проблемы образования, общества. Потому что какая же читающая школа без современной библиотеки. Для меня, вот я долго, находясь в депрессии, когда остановилось наше движение, и когда мне казалось, что на пути вот такие барьеры, стенки возникли, мне показалось, что потом пришла идея вот этой читающей школы, которая является сегодня комплексным проектом, потому что дает нам возможность вот те пять шагов, которые мы придумали, все-таки догнать нас в проект образования, который, к сожалению, несмотря на то, что в нацпроекте культуры есть модельная библиотека, и наши коллеги, мы видим, в разных регионах открывают сегодня модельные библиотеки, в нашей национальном проекте образования библиотека не включена. И одна из наших задач в документе, вот таком, который мы сейчас будем с вами делать, стратегия прорыва, это, конечно, добиться того, чтобы на федеральном уровне была вот такая федеральная программа по нашим библиотекам. И вот этот проект может стать не только визитной карточкой школьных библиотекарей России, но и механизмом реализации очень многих вот таких наших задач, еще профессиональных. И повторю еще раз вот этот классический, да, для специалистов по чтению, вот этот второй уровень глубины понимания смыслов нашими школьниками. Конечно, нам надо обеспечить сейчас проход наших детей по этой лестнице до пятого уровня, потому что индекс ПИЗа – это индекс качества мышления. Не будет современного мышления, не будет развития целостного мышления наших школьников, не сможет он научиться нормально вот в таких непростых условиях. Я имею в виду не только пандемию, а вызовы и усложнение информационного. И не будет у него успеха, у него не будет ничего получаться. Поэтому, следующее, вы видите, что сейчас в разных концах России во время августовских мероприятий одно, ну, самое главное направление было – это формирование функциональной грамотности школьников. И это слайд Галины Сергеевны Ковалевой, с которой мне радостно, теперь большая честь, работать как старшему научному сотруднику в Институте стратегии развития образования. И надо сказать, что моя идея, когда я шла, еще одну нагрузку почти вот через год 70 будет, надо сидеть на пенсии. Это тема, которую мы сегодня в WhatsApp утром с коллегами обсуждали. Сегодня поздравляю всех, кто в нашем элегантном возрасте, день как раз элегантного возраста. Зачем была такая научная нагрузка в Институте? Потому что кроме мониторингов в российских школах, должны наши директора школы получить практические советы, получить информацию о всех интересных практиках, которые за рубежом и в России дали возможность поднять качество понимания прочитанного. И вот нам удается сейчас в Институте соединять науку, методику и практику. И примером этого великолепный двухдневный был вебинар, где 10 тысяч было участников в Узбекистане. Сегодня мы совместно с Галиной Сергеевной и ее замечательной командой провели такой двухдневный вебинар, потому что Узбекистан собирается войти в ПИЗу и в ПИРЛС, и поэтому они решили у нас поучиться. И там, кстати, идет уже проект «Читающая мама», который не требует никаких денег, но эффективный механизм по созданию вот этой среды, потому что самая главная среда, в которой мы с вами живем и развиваемся. И вот она слабая для наших детей. И вы видите на экране вот этот слайд Галины Сергеевны Ковалевой, вы видите, где мы пересекаемся со специалистами. Читательская грамотность, информационная грамотность, креативное мышление. Но на всех площадках, где образование говорит о ПИЗе и вот об этих новых и старых грамотностях, нигде не произносится слово «библиотека» и «библиотека». Поэтому моя задача сейчас интегрироваться вот в эти процессы, потому что одни словесники не вытянут сейчас и не решат вот эту амбициозную задачу с 33-го места прыгнуть хотя бы на 10-е. Поэтому мы летом с Натальей Ивановной Гендиной разработали замечательный буклет, нам помогали, пользуясь случаем. Я благодарю наших партнеров в регионах. И мы выставим этот буклет по информационной грамотности, ну и можно другие тоже буклеты, чтобы вы могли их распечатывать на местах и использовать в своих разговорах с руководителями региональных институтов развития образования по вот этой теме, потому что там очень хорошо и концептуальная часть сформулирована, и иллюстративный очень материал такой хороший, и также практическая реализация через мне урочку, и региональные практики, которые сегодня в России имеют. Вы видите, что мы позиционируем чтение как ресурс развития когнитивных способностей и эмоционального интеллекта. Это сейчас тренд. Я повторю два слайда Павла Лукши, нашего друга Сколковского, профессора, что сегодня для сложного общества какие компетенции будут еще больше для тех, кто, может быть, первый раз участвует в наших мероприятиях, вебинарах. И видите, сегодня самое главное вот в этой матрешке, это чисто русский такой подход, да, все в одном, одно во всем, вот экзистенциональные навыки. То есть сегодня фокус повернут на личность ребенка, то, что внутри. И это очень органично к нашей профессии. Ну и быстро пролеснем, да, то, что для, вот, то, что я говорю, стратегия прорыва, сегодня несколько раз повторяю. Ну вот это черновик, как бы эскиз того, в новом качестве, какая должна быть современная школьная библиотека. Что это не только пространство формирования компетенции, а самое главное, это вход, пространство входа в новые смыслы. И мне бы очень хотелось, чтобы вот этот эскиз, такой подход для многих школьных библиотекарей в муниципальном районе или на уровне субъекта стал основой для мозговой атаки. И мы будем очень признательны, если вы сделаете интеллект-карты по развитию современной школьной библиотеки, если вы добавите сюда в этот список, как бы новых, да, сторон современной библиотеки. И видите, мы говорим, и мы сейчас запустим экспресс-интервью с людьми, которые у нас на высоком уровне работают в нашей стране, являются лидерами России. Мы запустим сейчас экспресс-интервью для того, чтобы привлечь. Это тоже инструмент открытия кабинетов. Мне часто приходилось нервничать, когда меня как специалиста президента ассоциации даже на библиотечные мероприятия не приглашали коллеги. Хотя я сейчас с радостью могу сказать, я член общественного совета по библиотекам при Министерстве культуры. И мы вместе участвуем в стратегии развития библиотечного дела России, где наша дорогая Елена Качева, большие от имени Ршеба, сделала несколько страниц, как бы, комментариев и предложений к нашим минкультовским специалистам, которые разрабатывают общую стратегию, а значит, общую государственную библиотечную политику. К сожалению, те, кто на государственной должности работают на федеральном уровне, просто подписали эту стратегию, не внеся никаких предложений и замечаний. Вот сила профессионального сообщества в том, что мы смогли поправить очень многие вещи, потому что от этого тоже зависит будущее школьных библиотек России. И вот вы видите, да, на экране вот наше формулирование, да, кто такой педагог и библиотекарь. Здесь я хочу поблагодарить еще Ирину Ивановну Тихомирову, потому что тоже заложено. Хочу обратить ваше внимание, что во всех странах мира когнитивный вектор развития школьных библиотек является инновационным. И, собственно говоря, уникальность нашего педагога-библиотекаря в любой школе, чтобы он не повторял, не повторял, не дублировал чьи-то функции, а чем был уникальным специалистом. Вот работа в этом направлении, конечно, дает такие возможности. И коротко еще раз повторю, что протестировано в первый раз и привет Екатеринбургу именно среди педагогов-библиотекарей 25 школ и гимназий города Екатеринбурга. Эта программа была рассчитана на 72 часа. И мы сейчас ведем переговоры с институтами развития образования, с которыми заключили соглашение о внедрении этой программы в других регионах. И, конечно, обращаю внимание, у нас единственная площадка работает, это пилотная по данному направлению. Это ведет ее наша Надежда Яговкина. Это Удмуртия, Сарапульский район. И можно выйти тем, у кого отзывается резонансно этот проект, можно выйти на эту методическую копилку, которую больше пяти лет Надежда Яговкина работает по этому направлению. И вы можете уже такой быстрый старт развитию этого проекта у себя в регионе сделать с помощью накопленных методических материалов в этом регионе. Ну и два слова я скажу, что ядром этого вообще направления и профессиональной переподготовки и повышения квалификации по этой теме являются ноосферные подходы к образованию, то есть природосообразные, то есть когнитивные технологии, то есть развитие целостного мышления, не только левого полушария, как золотого ключика творчества. И здесь важно, чтобы это не тема моего сегодняшнего выступления. Я переживаю, что я много времени забираю. Здесь самое важное, обратите внимание, что ребенку сегодня в единицу времени надо как можно больше, на много порядков больше пропускать информацию. И вот как работает мозг природосообразно, вот эти когнитивные технологии в образовании сегодня очень важны, и наш курс вот это раскрывает, вот эти секреты. И, собственно говоря, тут главное развитие образа, в том числе художественной литературы. То есть образ по-русски это за один раз. Раньше вот церковь строили за один раз. И считается, что образ – это сколько мы видим целостно за один раз взгляда на что-то. И вот это сегодня очень важная тема и научная для меня. Это лаборатория наше внутреннее творчество. Вот как нам надо развивать картину мира ребенку, расширять. С одной стороны, что он думает внутри, с другой стороны, это внешняя сторона. Поэтому я была бы признательна, если бы вы на своих профессиональных мероприятиях месячника смогли бы тоже протранслировать этот проект. А подготовиться можно, прислав нам заявку, мы бы вам какие-то поддерживающие презентации выслали. Ну и также связаться с Надеждой Егоркиной через вот эту методическую копилку. Тоже что-то взять. Ну и вы видите, что можно использовать во время месячника вот эту инициативу повторить. Декларация права на библиотеке. У нас эта декларация выложена. Вы можете ее сократить, можете доработать. Просто использовать для того, чтобы подписывая, ваши дети могут участвовать. Вот видите, как ее подписывали. Право российского школьника. Кстати, это входит и в наш проект «Читающая школа». И вот видите, как голосовали. И Камчатка, и Зержинск. И все это можно в электронном виде, и руководители. То есть это повод войти с этой декларации в какие-то кабинеты, взять экспресс-интервью у ваших муниципальных руководителей. А что они читали там в юности. Можно 2-3 вопроса через помощников отправить. Но это будет возможность поговорить о нашем деле. О том, чтобы защитить нашу профессию, наших специалистов, которые, конечно, энтузиасты. Но я всегда говорю, на энтузиазме можно начинать. Но эксплуатировать энтузиазм – это преступление. Поэтому надо объединяться для того, чтобы наши голоса были слышны и нас открывали наши руководители, наши ресурсы. Ну вот видите, вот эта декларация «Движение читающих мам». Это тоже вашими помощниками могут быть такие созданные клубы. Очень хороший текст. Очень хорошее у нас есть стихотворение Татьяны Викторовны Боковой. Что читательский билет не выписала мама. Трогательные. Все это вот можно будет на портале посмотреть и использовать в вашей работе. Вот такие открытки мы разработали наоборот. Там 5 шагов к читающей школе. То есть конкретные шаги тоже можно распечатать и использовать во время месячника. И в прошлом году мы запустили вот три этапа участия, да, быстро. Там в том числе повышение квалификации. Вот, и вы видите на экране темы курса. Мы привлекли лучших специалистов по чтению страны. И поэтому можно будет в территориях повторить вот это. Второе, подготовка и реализация собственного проекта. И здесь мы взяли вот такие направления и разработали дорожную карту. Для того, чтобы в конкурсе фестиваля 5 шагов к читающей школе вы могли участвовать. Дорожную карту разрабатывала Татьяна Гелик-Галактионова, которая является одной из лучших специалистов по чтению. Много лет, уже несколько лет она работает в Сириусе с подростками. Она тоже осуществляет научную поддержку нашего проекта читающая школа. И можно вот через этот QR-код. Следующий тезис, очень короткий. Сейчас проходил форум агентств стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». И мы в треке «Новая компетенция школы дизайн будущего» сдали вот этот проект. Я благодарна всем, кто поддержал и комментариями, и лайками этот проект. И хочу порадовать всех нас, что мы вошли в топ лучших проектов. И сейчас мы ведем работу совместную. Вот вы видите, паспорт проекта сдали уже как участники отобранных проектов. Несколько слайдов не будем смотреть. Просто это у вас презентация останется. Вот тот паспорт, который мы сдали. И я приглашаю участвовать в субъектах. Для нас это выход, потому что больше там не финансовая будет составляющая проекта, а административная, потому что это будет направлено от оси, значит, губернатором, субъекты, список проектов, которые необходимо поддерживать. И поэтому включайтесь. Вот это просто, может быть, вы там свои проекты разрабатываете. Мы решили выложить в открытую вот этот паспорт для того, чтобы он вам тоже помог. И сегодня я хочу вам объявить решение оси, что 9 октября будет дан старт. Совместно с оси, с Мэл.ру, с другими важными партнерами оси. Всероссийский такой онлайн-конкурс «Читающая школа», «Читающая мама», «Читающая страна». Подгум номинациям. Отдельно «Читающая школа», отдельно «Читающая мама». И «Читающая мама» на федеральном уровне будет подведен итог вот такого быстрого конкурса, онлайн-конкурса в День матери, 29 ноября. То есть победители регионов, да, будут отобраны в финал. И я думаю, это тоже будет такое пиар-мероприятие для привлечения и к детскому чтению, и к школьным библиотекарям России. Поэтому призываю вас во время месячника активно в этом поучаствовать, помочь тем мамам. Особенно, мне кажется, надо взять за основу, поскольку времени мало, на подготовку тех, кто у вас победил в читательской акции «Обнимем ребенка с книгой». Это будет логично, чтобы те, кто у вас активно работали в этой акции, сейчас вошли в топ самых читающих мам России для того, чтобы они потом повели за собой уже всех остальных мам. Ну вот видите, еще тоже логотип. Также мы запускаем всероссийский конкурс «Тот сказок о книге и чтении», который когда-то мы проводили. И вместе с нашим учителем, дорогим, моим научным руководителем, любимым человеком Юрием Николаевичем Столяровым. Ну, вы видите, да, и положение о конкурсе, да. И у нас очень много методического такого подспорья осталось после первого конкурса, вот особенно методические подсказки Юрия Николаевича «Сказка в дверь. Большой мир». Вот, я думаю, что это тоже будет таким подспорьем. И мы дадим доступ в электронном виде к этим «Тот сказкам» и планируем переиздать вообще эту книгу. Вот, также запускаем всероссийский конкурс «Педагог-библиотекарь года России». Но вот долго спорили, благодарны Наталье Сергеевне Самыловской, это ЛАИРО в разработке вот этого конкурса и всем другим нашим членам РШБА, ой, стратег-комитета РШБА. И до сих пор вот тоже, пока не запустили официально через Минпросвещение, мы готовим документы для них, информацию о том, что мы предыдуем инициативу, чтобы они нашу поддержали, профессиональную, общественную. Все-таки по названию, потому что у нас до сих пор остается школьный библиотекарь, здесь как бы несколько подходов. С одной стороны, надо библиотекарь года России, но такой конкурс есть у Минкультовских, наших публичных библиотекарей. С другой стороны, педагог-библиотекарь, но не все школьные библиотекарь сегодня в этом статусе. Если делать школьный библиотекарь года России, то тогда как войдет педагог-библиотекарь или отдельную номинацию делать? Это вопрос ко всему сообществу. Будем признательны, если вы поддержите какое-то направление, пока там, может быть, еще недели есть для редактирования тех инициатив, с которыми мы собираемся идти в Министерство просвещения к нашему министру новому. Еще прямо вот уже в конце, вчера замечательно, что состоялась презентация проекта в рамках русского космического общества, в которое входит наша ассоциация. И вот вы на экране видите как раз вчерашнюю фотографию, я в таком же платье. Вот, значит, здесь руководители вот этого замечательного проекта киноуроки в школах. И тут же вот с бородой справа через одного человека стоит руководитель РКО. И еще, значит, более подробно потом поговорим. Вчера состоялось подписание в Русском космическом обществе со стороны Иршибаа меморандум о культуре развития жизни. Я думаю, что этот меморандум о культуре развития жизни, он будет полезен вам сегодня и в рамках месячника, где мы говорим о здоровье вообще человека. Но прежде всего это, конечно, культура, это среда, как здесь написано, созидающая и формирующая человека. В состав русского космического общества входят и космонавты, и ведущие люди, которые глобально, так, футурологически, да, видят намного дальше нас. И деятели культуры, и ноосферное образование это тоже. И поэтому это наш важнейший партнер. И я предлагаю вам на местах, потом через Андрея Борисовича, да, организовать тоже подписание этого меморандума. Ну и в конце, да, просто о нашем проекте, который нас объединяет, это «Пять шагов к читающей школе». Я обращаю внимание, вот на этом слайде, интернет-площадка проекта. Мы сейчас выберем, ну, несколько идет пересечение с IT фирмами, партнерами, которые предлагают нам свои платформы. И наша задача на этой платформе организовать вот эту площадку не столько проекта «Читающая школа», сколько вот общения, интеграции всех интересных инициатив, практик, для того, чтобы каждый директор школы через вас, школьных библиотекарей, мог выбирать, выбирать наиболее простые и органично подходящие, да, проекты по чтению, чтобы у нас был быстрый старт к тому, чтобы создать школы, и особенно это важно в контексте резилиентных, ну, в контексте того, что у нас появился критерий в ПИЗе у международных экспертов по ПИЗе, это критерий резилиентности, то есть я уже говорила об этом, это резилиентный с английского слова, то есть который может над барьерами пройти. То есть у нас очень много программ, проектов для одаренных детей, но их меньше 10%, а что же будут 90% российских детей делать, и кто потом инфраструктуру будет выстраивать в России для вот этих продвинутых, да, детей, которые придут в бизнес, придут уже из школы. Вот поэтому, если заниматься только одаренными детьми, то это фактически готовит для чужих экономик детей, которые уедут, но не будут счастливы в другой стране. Поэтому, а что же остальные 90%? Мы говорили уже с вами, что пропала середина, и наша ответственность сейчас всем детям дать возможность, чтобы они в этот сложный мир могли встроиться. И поэтому новые критерии резилиентность, то есть это будут оценивать способности детей, особенно сельских регионов, где нет культурных центров, да, они далеко, где экономически страдает семья, регион является дотационным. И вот оказывается, через многие проекты можно выровнять, можно дать возможность, чтобы у наших детей всё получалось. А счастье – это когда получается. Ну и вы видите, да, как мы формулировали, какие проекты и много-много других можно включить, да, через современную школу. И я обращаю внимание, что Татьяна Ельевна Галактионова, которая является научным руководителем нашего проекта, сейчас издала с нами вот эту новую книгу. Мы зарезервировали для вас количество. Присылайте заявку, будем вам отправлять эту книгу, которая серьёзным методическим подспорьем является сейчас. Ну, также это вот книга Ирины Ивановны Тихомировой. Вышла в издательстве «Детская литература» второй вариант «Добро откроем сердце». И, как я говорю, матрица, да, для наших мам является таким бестселлером, но мы электронный вариант тоже предлагаем вот этого дайджеста, практик российских по родительским собраниям, по клубам читающих мам до сих пор. И также вот эта новая книга для подростков, особенно, это Мария Александровна Черняк, тоже доктор наук, это тоже научная школа Санкт-Петербурга, и это библионавигатор по современной литературе. Мария Александровна, так же, как Татьяна Гельвина, работает, огромный опыт наработала с подростками в Сириусе. И по моей просьбе я увидела, когда там в Сириусе находилась, увидела огромные наработки технологические, именно педагогические по чтению, и очень их просила создать вот эти книги для вас, для того, чтобы эта практика, эти технологии были доступны для всех российских школ. Вот. Ну и быстро, опять, это просто останется слайд, электронный ресурс, да, что мы включаем вместе с компанией, которая сегодня осуществляет этот вебинар с Директ Медиа. Вот. Мы продолжаем работать по журналу «Школьная библиотека». Хочу отметить, что готовят спецвыпуск, посвященный месячнику, поэтому присылайте ваши инициативы, практики. Мы где-то еще неделю работаем над журналом, вы можете и пресс-интервью нам прислать свои, чтобы этот журнал отражал и ваш регион, ваше уникальное понимание, да, профессии. И сейчас идет трансформация журнала. К нам пришел очень сильный специалист, бывший генеральный директор учительской газеты Анна Еланская. Она блестящий профессионал. И я думаю, что мы сейчас с нашей командой совместно трансформируем журнал под новые потребности школьных библиотекарей, методистов. Вот. И вы видите, что мы продолжаем. Тоже идет трансформация журнала «Читайка». У нас вот книги сейчас, наконец-то, в типографию. Типография начинает работать, потому что зависли вот наши издания. Особенно я переживаю издание Натальи Ивановны Гензиной. И дальше выставки продолжаем. И вы видите, что онлайн-подписку можно быстро вот на сайте Почта России сделать. Очень надеюсь, что вы поддержите сейчас на местах подписку, потому что весь менеджмент ассоциации, он ведется за счет вот средств. И потом школьная библиотека – это единственный журнал, который является печатным органом нашей ассоциации. То есть это ваша трибуна, трибуна тех, кто переживает за нашу профессию. Поэтому если мы не соберем подписные суммы, то, ну, и так практически за счет энтузиазма работает РШБА, потому что я являюсь членом правления Российской библиотечной ассоциации, которая собирает ежегодные взносы, в отличие от нас, имеет более 7 миллионов только взносов, который поддерживает отдел библиотек, специальное в Министерстве культуры. И наши крупные федеральные библиотеки, имеющие научно-методические центры, нам, конечно, в РШБА очень трудно. И поэтому очень важна сейчас вот такая солидарность, активизация курпунктов, привлечение вообще внимания. И вы должны понимать, что это журнал, ваш журнал прежде всего. Ну, мы просто больны этой темой. И как бы не хотели уйти с этого поприща, но ваш энтузиазм, ваши письма, вот встречи, эмоции и огромное желание вам помочь – это наша сверхзадача. Поэтому мы занимаемся этим направлением, но надеемся на взаимную любовь. Ну, вот еще раз контакты. И, дорогие коллеги, я очень хочу, чтобы сейчас наши вице-президенты новые, наши уже много лет работающие, блестящие специалисты, Ирина Владимировна и Елена Качева. Я много раз у них в гостях была. Это высокие профессионалы, и организационно, и, самое главное, концептуальные, методические, грамотно работающие, тоже поучаствовали в сегодняшнем нашем вебинаре, посвященном месячнику школьных библиотек. Спасибо. Спасибо. Сейчас. Встреча еще не завершается. У нас еще есть Ирина Владимировна и Елена Валерьевна. Коллеги, давайте послушаем и их выступление. Елена Валерьевна, если вы готовы, то мы ждем вашего включения. Подключайтесь, пожалуйста. Давайте начнем с вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, поставить плюсики, меня слышно, как меня слышно, видно. Ну, и я, конечно, поздравляю всех присутствующих и всех, кто будет нас смотреть чуть позже. С нашим праздником, с начала Международного месячника школьных библиотекарей. Очень рада видеть в чате знакомых и новых коллег. Спасибо большое. Да, вижу, что все в порядке. Коллеги, ну, после Татьяны Дмитриевны, как всегда, очень блестящего ее выступления выступать, очень, конечно, трудно. Ну, очень. Я постараюсь очень немного рассказать, каким образом мы стараемся проводить и месячник школьных библиотек, потому что все-таки это на самом деле... Дмитриевны, как всегда, очень. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Сейчас Елена Валерьевна переподключится, перезайдет к нам. Вот, все, отлично. Елена Валерьевна, и еще, если можно, чуть-чуть погромче в моих настройках, громкой звука чуть-чуть посильнее сделайте, погромче, пожалуйста. Ничего не переживаем. Лучше слышно, надеюсь, коллеги. Все будет хорошо. Все хорошо, спасибо. Сейчас лучше намного, спасибо. Все, продолжаем, все нормально. Напряжение не выносит и те, наше напряжение, наше объединение. И на самом деле, вот как руководитель регионального отделения, как человек, который давно работает в сфере образования, именно школьным библиотекарем, 20 лет стажа его никуда не денешь, на самом деле хотелось бы прежде всего цель этого месячника видеть и в нашем объединении, и в продвижении, во взаимодействии не только с читателями, со школьниками, но и на самом деле с педагогами, с администрацией и с родителями. Конечно, наши мои коллеги в Челябинской области проводят мероприятия. Мы понимаем, что в этом году их проводить особо сложно, нам нельзя проводить массовые мероприятия. Мы, да и в библиотеку дети, то есть, редко заходят, потому что есть особый режим, дети сидят по кабинетам, и, конечно, приносят много сложностей для работы. Но вот мы все-таки убеждены, что библиотека в наше разделяющее время, и прежде всего школьная библиотека, может и должна стать объединяющим фактором, объединяющим местом для всех ресурсов образования, и для школьников, и для учителей, и для администрации, и для родителей. И вот одним из таких мест, что ли, и для школьных, вот для всех, является, например, наше профессиональное сообщество. Оно у нас работает не так давно, всего лишь чуть больше полутора лет. Мы его сделали, организовали в январе, в конце января 2019 года, когда открылся вот наш региональный информационно-методический центр, центр, который занимается именно вопросами развития школьных библиотек Челябинской области. Вот на сегодняшний день, как видите на слайде, да, у нас уже 344 участника, и как ни странно, именно карантин, именно пандемия образовала, вернее, позволила нам стать вот именно такой объединяющей площадкой, именно нашего профессионального сообщества, поскольку в первые же дни карантина, когда мы с коллегами на этой площадке стали организовывать подборку сервисов, подборку площадок, которые помогут учителям быстро организовать учебный процесс с детьми. У нас вошли в наше профессиональное сообщество, пришли и администрация школ, и педагогические работники, методисты по школьным библиотекам, по курсовой подготовке. И на самом деле, вот нам удалось в это очень трудное время выстоять, поскольку мы смогли обеспечить информацией, мы смогли начать обсуждение очень многих библиотечных, и не только библиотечных вопросов. Вот по сегодняшний день у нас проведено запланированных шесть обсуждений различных вопросов, именно профессиональных вопросов. Ну, соответственно, еще и возникают такие экспресс-обсуждения, когда какой-то очень серьезный вопрос возникает, ну, скажем, например, по выдаче учебников в это сложное время, как организовать это, или по тому, как подписка, как использовать ту или иную подписку. И поэтому на самом деле, вот на сегодняшний день, нам кажется, что это достаточно такая, достаточно интересная работа, и именно в рамках месячника мы будем продолжать, естественно, использовать эту площадку, в том числе и для того, чтобы донести до других участников образовательного процесса, насколько интересно, а самое главное, результативно может работать школьная библиотека на цели образования. Ну, октябрь месяц – это уже как бы венец, вот на самом деле хотя бы и, хотя это и начало международного месячника, но тем не менее это как бы подведение работы, всей работы библиотекарей в течение календарного года, потому что именно в октябре месяце в этом году у нас завершают как бы конкурсными такими большими процедурами. Вот на сегодняшний день уже эксперты работают над конкурсными работами конкурса профессионального мастерства, который у нас проходит второй год. Это лучший педагог библиотекарь Челябинской области, и вы видите, что у нас здесь конкурсные работы представляют по трем номинациям. 24 участника из 19 муниципалитетов области, причем, коллеги, хочу сказать, что сначала проходят муниципальные этапы, то есть это вот такой уже второй год запланированный конкурсный марафон, я бы сказала, потому что объявление проходит еще в конце учебного года, в мае, в начале июня обычно. И вот в октябре месяце мы начинаем проводить работы, чтобы в конце октября объявить уже победителей. В этом году впервые у нас объявлен конкурс «Лучший информационно-библиотечный центр Челябинской области». Но, коллеги, хочу сказать, что как и в предыдущем конкурсе, так и в этом конкурсе мы не делаем акцент только либо на педагогов библиотекарей, либо на информационно-библиотечные центры. Во-первых, очень четко мы разговариваем и с муниципалитетами, и с библиотекарями, с администрацией школ, говоря о том, что информационно-библиотечный центр – это статус школьной библиотеки. Поэтому все, что мы говорим, называя информационно-библиотечным центром, по сути, относится и к школьным библиотекам. То же самое. В конкурсе «Лучший педагог-библиотекарь» могут принять участие не только те люди, которые работают на данных должностях, но и все библиотечные работники Челябинской области. У нас подают на конкурс даже и учителя, которые так или иначе заняты в деятельности школьной библиотеки или информационно-библиотечного центра. По второму конкурсу «Лучший информационно-библиотечный центр Челябинской области» у нас еще только идет прием конкурсных документов. Надеемся тоже, что конкурс состоится и будет очень интересным, тем более, что здесь мы ждем уже завершенные проекты. Завершенные проекты по этому конкурсу и новый конкурс, вернее, старый областной, но там никогда не было номинации для школьных библиотек. В этом году нас включили, и, соответственно, причем этот конкурс особый, поскольку здесь отдельный упор делается на оценочные мероприятия тех или иных практик. И победители этих практик входят в модельную региональную основную образовательную программу, то есть они становятся доступны для всех школ области. И это, на самом деле, очень еще и ответственные конкурсы. Вот мы впервые нас включили в этот конкурс. Вот посмотрите, сразу же 25 конкурсных работ из 11 муниципалитетов области. Но на самом деле у нас здесь тоже еще идет... Мы не можем сказать об итогах, потому что, надеемся, вот как раз к концу октября мы все работы проверим и сможем объявить победителей. Ведь почему делают такой упор на конкурсы? Потому что на самом деле это концептуализация, анализ своей работы. И когда эти работы лучшие доходят до всех остальных библиотекарей, то значит, в общем-то, вот лучшие идеи доходят до всех. И это, на самом деле, очень важно и для всего объединения. Венцом, наверное, нашего такого месячника будет межрегиональная конференция «Демиссия школьных информационно-библиотечных центров в обеспечении современного качества образования». Конференция проходит второй год. К сожалению, в этом году мы можем проводить ее только в дистанционном формате по всем известным причинам. Но, соответственно, и у нас очень... Немного будет другая программа. На экране здесь вы видите некоторые даты проведения. Обращаю ваше внимание, что регистрация открыта, и мы открыты для всех регионов нашей России. Но, естественно, раз это дистанционно, новый формат встреч, мы сделаем некое цифровое погружение, рассказав о том опыте работы наших региональных инновационных площадок и, соответственно, упор сделаем на трансформацию работы школьных библиотек именно вот в таких особых условиях, в дистанционных условиях работы. Мы предполагаем, что все, кто сможет подключиться к нашей конференции, смогут принять участие в обсуждении материала в социальных сетях и, более того, стать общественными экспертами наших работ, наших коллег из Челябинской области. Ну и, так, прошу прощения, конечно, думаю, что многих заинтересует как раз встреча второго дня конференции непосредственно, потому что будет 22-23 октября трансляция. Во второй день будут выступать непосредственно библиотекари с лучшими практиками деятельности библиотек в условиях цифровизации образования. Коллеги, вот здесь как раз победители конкурсов, всех которых у нас к тому времени закончится проверка экспертизы работ, они выступят со своим опытом. И сможете не только познакомиться, но, в принципе, через соцсети, через видеотрансляцию и задать им какие-то вопросы. Конечно, вот те объявленные конкурсы и вообще работы, о которых нам сейчас рассказала Татьяна Дмитриевна, я думаю, что наши библиотекари примут в них участие. Сегодня же разместим информацию о них в нашей группе, в социальной сети. Тем более, что наши победители и лауреаты акции «Обними ребенка с книгой» готовы. Они очень рады тому, что их работы получили общественное признание. И, конечно, думаю, что будем ориентироваться на них. Вот очень коротко о том, как Челябинская область встречает Международный день школьных библиотек. Ну и, конечно, всех еще раз поздравляю. Вот это непосредственно контакты нашего центра, где можно задать вопросы, написав или позвонив. Всем приятного дня, вечера, ну и, как говорится, здоровья, что очень необходимо в наше непростое время. Спасибо, коллеги. Если были вопросы, то, наверное, в конце нам озвучат, я смогу ответить. Наверное, следом давайте я передам слово Ирине Владимировне сразу. Ирина Владимировна, наверное, необходимо подключаться. Я, коллеги, пока отключаюсь. Если коллеги не против, я имею в виду организаторов, то продолжим разговор. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Присоединяюсь ко всем прозвучавшим сегодня поздравлениям с началом нашего профессионального праздника, потому что не только школьный библиотекарь, да, день отдельный есть праздник, но и, собственно говоря, тема и наша деятельность профессиональная, связанная с жизнью школьных библиотек, это целый месяц вот такого праздника. Так давайте воспринимать предстоящий месяц не только как большой труд, но и как большой праздник. Уважаемые коллеги, начну со слов немецкого писателя, мыслителя и философа Иоганна Вольгунда фон Гёте. Добрые люди не знают, сколько времени и усилий стоило иному, чтобы научиться читать. Я потратил на это 80 лет, и еще сейчас не могу сказать, что достиг цели. Этот цитата позволяет оценить всю глубину, сложность такого многогранного понятия, как чтение. На мой взгляд, это те слова, которые убеждают каждого, что работать на темы чтения надо постоянно. А перенося на наше профессиональное поле, еще добавлю, что тема чтения неисчерпаема, и чем шире будет охват вовлеченных в эту работу, тем значительнее будут результаты. Я, конечно же, имею в виду, в первую очередь, целевые задачи обозначены государством перед системой образования. Они все закреплены в указах президента Российской Федерации. Я напомню, что действующим в настоящее время является указ от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. И в этом году, летом, 21 июля 2020 года, был подписан еще один указ номер 474 о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Эти два документа являются, так скажем, параллельными, не отменяют друг друга, а только лишь дополняют. И поэтому, вспоминая один документ и обращаясь к содержанию второго документа, нам необходимо помнить о том, что система образования нынешняя должна обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования. Мы с вами точно так же, как и учителя, вовлечены в работу по воспитанию духовно-нравственной личности школьников, еще один целевой индикатор. Ну и новый указ говорит о том, что в нашей работе необходимо уделять внимание и развитию ландерского движения среди школьников. Сегодня профессиональная общественная организация наша с вами предлагает включиться специалистов школьных библиотек страны в проект «Читающая школа». Вы слышали сегодня о нем информацию из УЗУ Статьяны Дмитриевны. Это действительно комплексный, системный, интегрированный в школьный образовательный процесс проект, который обеспечивает и вовлеченный всех субъектов образовательных отношений в читательскую деятельность. Здесь речь идет не только о специалистах школьных библиотек, но еще об учителях, о родителях, о педагогах дополнительного образования, о школьниках. Обеспечивает разнообразие форм и видов читательской деятельности. Здесь как раз помощь для создания, обеспечения условий и реализации урочной и внеурочной деятельности, организации семейного чтения, чтению текстов, печатных, электронных. Этот проект способствует и трансформации читательского пространства в оффлайн и онлайн пространстве, когда мы с вами говорим о создании зон, чтении, о чтении печатных, электронных текстов, использовании различных электронных ресурсов. В целях информационно-методического сопровождения и реализации данного проекта создан электронный ресурс «Читающая школа». Данный ресурс необходим нам как в повседневной работе специалистам школьных библиотек, так и в организации мероприятий к начавшемуся месячнику школьных библиотек. Почему этот ресурс относится к категории информационно-методических? Ну, потому что он аккумулировал полнотекстовые базы данных, адресованные как специалистам школьных библиотек, так и учителям, другим педагогическим работникам, родителям и школьникам. А еще здесь размещен каталог Российской книжной палаты. Я понимаю, что времени у нас с вами не очень много, и моя задача с вами – познакомить вас кратко, в общем-то, анонсировать данный ресурс для того, чтобы вы имели дополнительную возможность при организации и проведении мероприятий вот в предстоящий период. Итак, вы видите, вверху есть слайда, синим цветом выделена ссылка, на которой размещается данный ресурс. Ну и предлагаю буквально пробежаться по основным разделам, посмотреть те ресурсы, которые действительно размещены и могут быть использованы в работе. Ну вот представлена вкладка на открыто читающая школа. Здесь можно найти информацию, собственно, о проекте. Здесь вы увидите информацию о 100 проектов о чтении. Здесь есть различные известные нам профессиональные и читательские периодические издания для читателей, известные нам издаваемые на протяжении многих лет и очень востребованные среди специалистов школьной библиотеки, среди читателей. Такие журналы, как «Школьная библиотека», «Читайка», здесь есть «Читай вместе» архив и даже «Семейное чтение». Если мы с вами обратим внимание на возможности данного ресурса и посмотрим вкладочку книги, то увидим, что в этом разделе представлена методическая литература, представлены документы полнотекстовые по различным предметам. Там, видимо, иностранные языки, естественные науки и так далее. Здесь же есть, обратите, пожалуйста, внимание, энциклопедическая и справочная, справочники энциклопедии, справочная литература, школьные учебники. Есть материалы, которые способствуют интеллектуальному развитию. Далее представлены документы по гуманитарным наукам. Есть художественная литература, подчеркиваю, это полнотекстовые базы данных. Ну и, естественно, есть документы, которые позволяют раскрыть тему культуры, физкультуры и спорта и представлены тематическими коллекциями. Чуть ниже на этом же слайде вы видите открытую практически вкладку «Мультимедиа». Здесь размещаются документы в различных форматах. В частности, есть аудиокниги, карты, тесты, тренажеры. Периодические издания. Вот справа вы видите журналы. Это скриншот с электронного ресурса. Но поскольку экран вмещает совсем немного, то вы можете обратить внимание, что наименования периодических изданий, они размещены в алфавитном, расположены в алфавитном порядке. Большое количество периодических изданий, подчеркиваю, которые имеют отношение ко всем отраслям, наверное, ББК открывает, все здесь есть. Далее, уважаемые коллеги, вот если мы открываем раздел «Методическая литература», то я хочу сказать, что не только с центральной картинки и с центрального раздела можно увидеть все наполнение. То есть буквально каждый раздел требует еще дополнительного раскрытия. Здесь вы увидите, что методическая литература в частности представлена документами и помощь родителям, и по дошкольному обучению, и отдельно для начальной, для средней школы. Здесь же есть документы для внеклассной работы. Далее раскрыты разделы педагогика, психология. Ну вот мы говорили уже, школьные учебники мы видели, но и вот дальше глазами прибежите. Вот так выглядит открытая вкладка методической литературы. Можно менять вариант визуального оформления данных разделов. Можно, ну мы привыкли с вами сразу сопоставлять, в первую очередь, визуальную картинку. Смотрим, ну а потом можно и открывать каждый ресурс и уже обращать внимание на конкретное его содержание. Хотя, если подводишь курсор тоже каждому документу, то можно увидеть и библиографическое описание данного документа. Еще на чем хочу остановить ваше внимание, уважаемые коллеги. Помните, несколько лет тому назад, Министерство тогда еще образования и науки утверждало перечень художественной литературы, которые обязательно должны быть прочитаны школьниками вот в период обучения. И как раз вот здесь вы видите в разделе ресурсы представлен тот самый перечень художественных произведений. Еще раз напоминаю, они представлены в полном, содержание в полном виде. Наши любимые журналы. Конечно, не могла не сделать скриншот. До сих пор скучаю по журналу «Семейное чтение». Очень хотелось бы, чтобы журнал вернулся снова и увидел вторую жизнь брел, так скажем. Ну, будем надеяться, что действительно это может случиться. Журналы «Читайка». Наши профессиональные журналы, я говорила вам, школьная библиотека, безусловно, не делала подробных скриншотов, но в названиях вы уже видели. Здесь только вот краткое лишь знакомство. Ну, собственно говоря, вот скриншот, да, с библиографическим описанием, с представленными документами в разделе «100 проектов о чтении», которые тоже можно взять в углову угла или трансформировать, реализуя в свои профессиональные деятельности. любимая тоже наша выставка в школьной библиотеке. Все те знакомые нам с вами папочки и новые, они появляются здесь вот в электронном виде. Ну и, конечно же, наша профессиональная копилка, куда же без нее. Все известные нам и, надеюсь, новые анонсируемые печатные версии мы с вами увидим здесь же в электронном виде. Ну, а что касается, уважаемые коллеги, конкретных мероприятий, буквально коротко пробегусь, останавливаю ваше внимание только лишь на мероприятиях, ну, собственно говоря, такого регионального уровня, хотя самое первое, которое вы здесь видите, это уровень межрегиональный. Завтра, два дня, 2-3 октября, будет проводиться межрегиональный фестиваль «Курск книжный». Организован он совместно учреждениями культуры, библиотеками, участвуют и учреждения образования. Проводится совместно с РГДБ. Предполагаются мероприятия как профессионального характера, так и читательского характера, где будут проводиться онлайн-встречи с нашими современными, известными писателями и поэтами, обладателями различных литературных премий. Областной конкурс библиотечных исследовательских проектов имени Николая Александровича Рубакина проводится как раз тоже вот в октябре. Один из профессиональных конкурсов наших, который включает в себя три номинации. И результаты мы обычно подводим в ноябре, когда проводим рубакинские чтения. Областной конкурс «Лучшая школьная библиотека года» в этом году впервые стартует. Конкурс очно-заочный. Принимают участие желающие школьные библиотеки. Призер, помимо поощрения призового, получает статус школьного информационно-библиотечного центра. Я напомню, что мы в регионе пошли по такому же пути, который озвучивал в своем выступлении Елена Валерьевна Качева. Мы говорим, подставим эту позицию, что в настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации у нас есть только библиотеки, а современные школьные библиотеки, они могут иметь статус школьный информационно-библиотечный центр. Не знаю, что получим в этом году. Это интересно, конечно, волнительно, как всегда первый раз. Принимаем работы мы от своих коллег в электронно-печатном виде. Работы уже поступают. Ну и вот в октябре будем знакомиться, подводить итоги, анализировать, конечно же, награждать лучших в ноябре месяце тоже на рубакинских чтениях. Региональная библиотечная акция, которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Она стартовала еще весной, и мы решили, что поскольку год знаменательный, то будем работать над этой темой целый год. Назвали библиотечные акции, поскольку предполагаются и профессиональные мероприятия, и читательские мероприятия. Познакомиться с участниками этой акции вы можете в сети интернет, поскольку участники получают логотип, и по названию можно найти их в свободном доступе. Далее проводится тоже впервые в этом году региональный читательский конкурс, который мы назвали «Читательский чемпионат». В этом году он только стартует, завершится он в следующем году на неделе детской и юношеской книги. Почему так долго? Потому что чемпионат предполагает участие как командное, это будет как раз первая половина конкурса, и личное первенство, это будет начало следующего календарного года. Ну и подведение итогов, соответственно, сроки я назвала. Ну и, конечно же, обращаю внимание на то, что мы который год уже продолжаем работать над реализацией регионального проекта «Читающая мама». Активно принимали участие в этом году во всероссийской акции «Обнимем ребенка с книгой». Очень широкий резонанс получили. Мы получили высокую поддержку на региональном уровне, можно сказать, а можно сказать и на федеральном, потому что с нами рука об руку работала и май, апрель, май, июнь. Ольга Михайловна Германова – это депутата Государственной Думы Российской Федерации. Она здесь у нас в регионе возглавляет рабочую группу как раз Союза женщин России, которые, вы знаете, да, совместно реализуют с нами данный проект. В этом году в рамках проекта мы запускаем просветительскую программу для родителей Родительский университет семейного чтения. Как раз тоже это месяц октября. Ну вот это основные такие крупные мероприятия, которые носят уровень региональный. Останавливаться на муниципальных, школьных не буду. Скажу только лишь в заключении своего выступления, что всю эту информацию, которую мы анонсировали сейчас, мы будем размещать по итогам на страницах нашей профессиональной прессы в журнале «Школьная библиотека». Ну что ж, уважаемые коллеги, на этом завершаю свое выступление. Спасибо за внимание. Очень рада всех видеть. Всем здоровья. Благодарю всех за то, что мы в это нелегкое время не только находим темы для общения и площадки находим, ну и продолжаем творить, создавать что-то новое. И можно сказать, это нас еще сильнее объединяет. Спасибо большое. Если будут вопросы, я тоже... Дорогие друзья, дорогие коллеги, Ирина Владимировна и Елена Качева, спасибо за ваше прекрасное выступление. А все, кто нас видит, слышит, Я еще раз хочу поздравить сегодня с началом международного месячника «Школьная библиотека», как мы говорим, детского чтения. И в заключение я хочу сказать, вот совсем недавно, несколько дней назад, прошла профессиональная такая конференция лучших наших вузов культуры, учебных структур в России по ДПО, по высшей школе. И Наталья Викторовна Лопатина, профессор, который представляет наш главной вуз культуры МГУКе, замечательно в своем выступлении сказала, «Мир меняет нашу отрасль, нашу профессию, но и наша профессия меняет мир». Вот я думаю, что эта фраза такая к нашему заключению, к месячнику, очень важная, потому что сегодня мы действительно в наших руках уникальная профессия, которая меняет мир. И для этого нам надо самим изменяться, конечно, через профессиональное развитие. И вот меня удивила, удивил тезис Натальи Викторовны Лопатиной о том, что какой урок получила она во время пандемии, что библиотекарь, как и педагог, может успешно освоить, конечно, любую технологию, но основная сложность сейчас в нашей профессии – это умение делать востребованный контент, который будет интересен аудитории, в данном случае педагогам, родителям, учащимся, и на которые мы нацеливаем главное воздействие. Но здесь совершенно вот она подчеркнула вот такая загадка, почему полуграмотный блогер из очень необдаленной деревни, который показывает свои будни, набирает больше просмотров на Ютьюбе, чем видео, созданное профессиональной библиотекой. И вот ответ – это вызов, с одной стороны, времени, и говорит о общей культуре нашего общества, о нашей задаче всегда повышать, сформировать вот эту культуру. И ответ на этот вызов, она видит, Наталья Викторовна, в изменении содержания всех составляющих непрерывного образования для библиотекарей. Смещение акцентов в сторону одного из важнейших приоритетов сегодня цифрового мира – это интеллектуализация. И не только технологическое умение, но и то, что в душе, в голове в сторону того, что научная школа называет социальные информационные технологии как феномен 21 века. Вот мы считаем, что это содержание определит форматы образовательных продуктов, которые сегодня целесообразны для непрерывного образования такого библиотечного в ближайшие годы. и это в большей степени, я говорю, для специалистов региональных институтов образования. И в заключение я хочу сказать, что сегодня вот каждый день мы мониторим международные сайты наших коллег, ассоциации. И сегодня выпускаются такие документы, везде идет трансформация профессии. Один из документов – это подъем библиотеки, переосмысление работы библиотек. Вот в течение месяца я тоже предлагаю поднять всех наших библиотекарей и переосмыслить работу наших библиотек. И вот в разделе вот этого документа американского я увидела такой раздел «Стратегическое наращивание потенциалов». И мне понравилось, что автор этой статьи, руководитель цифровых образовательных и медиа программ в публичной библиотеке Сиэтла написал, что надо объединяться с общественностью, со многими важными партнерами. И он сказал, «Мне очень нравится идея о том, что самим надо находить партнеров, а не заставлять их узнавать о вас». Вот на этом я хочу закончить и предложить вам всем подумать, как открыть двери наших партнеров, чтобы они о нас узнали не обижаться, а действовать. Вот давайте действительно наш месячник посвятим вот такому подъему нашего сообщества, наших библиотек, для того, чтобы о нас узнали, что мы ресурс, и мы действительно готовы и можем менять мир. Спасибо вам большое. Всем успехов, радости, удачи и благополучия вам и вашим семьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok